Здравствуйте! В эфире воскресная программа «Итоги недели» в студии Марина Паукова. На этой неделе в городе Кумертау состоялось выездное совещание представителей Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, Министерство земельных и имущественных отношений, Госкомитета по предпринимательству и туризму с представителями среднего и малого бизнеса города. Цель встречи – мониторинг состояния предпринимательства на местах и формирование предложений по развитию сферы бизнеса. На совещании по вопросам реализации законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства приняли участие депутаты Совета городского округа и администрации. Открывая работу форума, глава администрации отметил, что на сегодня Кумертау является монопрофильным городом и входит в кризисный перечень с высоким уровнем риска дальнейшего ухудшения социально-экономического положения. В сложившейся ситуации надежды возлагаются на бизнес, поэтому, обращаясь к предпринимателям, глава города отметил, что нужно разрабатывать новые проекты и уметь их презентовать. Однако сфера бизнеса сталкивается с трудностями, что препятствует его развитию. Предприниматели города Кумертау, как и других городов, сталкиваются с такими преградами, как частые изменения и противоречия законодательной базы, высокие процентные ставки по кредитам, отсутствие страховых рисков предпринимательской деятельности, применение налоговых льгот, непреодолимые финансовые барьеры при вхождении на новые рынки, что особенно усугубилось в условиях нестабильной экономики страны в последние месяцы. В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства требуется регулирование ряда вопросов на законодательном уровне. Необходимо сформировать широкую правовую среду функционирования малого и среднего предпринимательства, для чего мы сегодня здесь и, коллеги, собрались. Власти рассчитывают, что акцент на эффективном развитии малого и среднего предпринимательства поможет решить несколько вопросов. Это пополнение доходной части бюджета, создание новых рабочих мест, насыщение местного рынка товарами. Перед началом работы глава администрации также вручил благодарственные письма директору Кумертауской мебельной фабрики Тимофею Перевезенцеву и директору общества Андрея Елене Силиной за активное сотрудничество в оказании поддержки социально незащищенным категориям граждан в 2015 году. Председатель Комитета государственного собрания Курултай Республики по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рашид Хайрулин отметил, что такие совещания проходят в городах республики в преддверии парламентских слушаний, которые состоятся в конце мая текущего года. Тема касается хода исполнения законодательства в области предпринимательства. По графику мы встречаемся в городах и крупных райцентрах с предпринимателями. Цель главная узнать ситуацию, услышать предложения, замечания критические и конкретные предложения в законодательстве, которые бы разгребали эти преграды, которые все-таки имеются. Вот информация Бориса Владимировна тоже прозвучала, что есть такие моменты. Я бы хотел сегодня конкретно услышать, допустим, от вас какие-то и это учитывать. Задачи на 2015 год сложные, но выполнимые, отметил председатель комитета госсобрания. В ходе совещания представителям министерства и ведомств поступили ряд актуальных вопросов и предложений по развитию предпринимательства и в целом экономики. Почему нельзя? На примере нас делегации приглашали в Париж. Мы встречались с муниципальными образованиями, с законодательными. Там, значит, если высвобождаются работники с предприятия, то работодатель обязан трудоустроить этого человека, довести до какого-то там места трудоустроить, только тогда он имеет право его сократить. Почему нам нельзя на местном уровне, на республиканском уровне, те предприятия, которые находятся на территории Республики Башхатастан, обязать в законном порядке, если ты сокращаешь людей, ты их сначала трудоустрои, потом принимай меры по сокращению. – Вы очень правильный вопрос и очень для меня значимый вопрос задали. Я когда вышел на избирательную кампанию, чтобы стать депутатом, у меня один из пунктов программы было принять закон о корпоративной ответственности в республике. Потому что больше всего пострадало, я работал в Туймазинском районе, нефтяники закрыли НГДУ, УБР, сократилось 4 тысячи человек всего. Ну, где-то как-то устроили мы, но и все равно острота еще не спала. И при этом ваш нефть рабочих мест не создала. В Финляндии, во Франции есть такие законы. Мы экспертным сообществом своим предложения готовим. Но я уже чувствую лоббистское давление со стороны крупных компаний. Представь сегодня ваш нефть и скажи, создай рабочее место. Каждое рабочее место где-то миллион. Но 4 тысячи по нашему району – это 4 миллиарда. Но он сразу отвечает, у него ответ готов. Я благотворительный фонд ежемогодно где-то 1,5 миллиарда вам перечисляю. Берите у правительства. Давайте, значит, весов поставим. Что нам, 1,5 миллиарда или 4 миллиарда на рабочие места, либо он куда-то перечисляет? Вот поэтому вопрос это очень правильный. Мы не отступаем от своей идеи. Будем это пробивать. Еще один вопрос. Я сегодня говорил, что мы присутствуем в городе с монопрофильной экономикой. Нельзя разве на уровне республики создать или издать закон о моногородах в республике Башкортостан? Чтобы это законодательно было утверждено уже, как это делают в других субъектах Российской Федерации, в том числе и в Самарской области, кажется, такие законы есть. Чтобы мы могли знать, то есть мы моногород, мы попали, какие наши преимущества от этого? Почему мы ездим в Москву постоянно и работаем с какими-то непонятными людьми, чтобы выбить нам средства? Неужели нам нельзя сделать, если мы, например, помогаем предпринимателям, выделяем средства из бюджета в районе 10 миллионов рублей, что мы можем наскрябли, но мы знаем, и этот закон нам скажет, что если вы дали 10 миллионов рублей, то на коэффициент 10 мы эти деньги умножаем и даем еще 100 миллионов рублей дополнительно к вашим деньгам. Чтобы мы знали, что мы помогаем здесь бизнесу. Сейчас наш моногород на уровне всех малогородов на одной линии находится, понимаете? Неважно, как мы себя чувствуем. Сейчас выделяют средства огромные за Уралью. А чем мы хуже-то за Уралью? У нас еще хуже обстановка. Мы город. Там, может быть, сельскохозяйственные корпоративы. Там им дают большие средства для покупки сельскохозяйственных, культур, техники и так далее. Мы-то вообще ничего не получаем. На законодательном уровне даже нет такой статьи. Моногород, значит, вот такие-то, такие-то, такие-то у вас преимущества. Если в региональном законе есть регион, есть, скажем, что-то оригинальное вписать в федеральный закон, тогда он приспособлен к местности, тогда он принимается. Я не знаю, надо ли этот закон, не надо, подумаем. Но я вам скажу, что наш комитет разрабатывает сейчас, проект у меня на столе лежит, об осох экономических зонах Республики Пашкорстан. Может быть, под это, значит, включать, как Агидель, допустим, моногорода. Может быть, распространить закон на эти города. Да, это, по-моему, резон имеет, так, да? Может, подумаем на эту тему. Много вопросов касались о льготном приобретении имущества и земли, субсидировании процентной ставки по кредитам. Обсуждались проблемы, связанные с развитием туризма. Также поступили предложения по развитию производства. Моё предложение следующее. Для предпринимателей, которые будут работать или уже работают в реальном секторе экономики, я говорю про производство, потому что без этого не будет наполнения бюджета Республики. По средствам, которые мы сами будем привлекать у банков, что проценты нам должно погашать, я не знаю, правительство РБ или РФ, но давайте говорить про правительство РБ. Проценты должно погашать полностью. У нас должен быть кредит с нулевой ставкой. Тогда только на этих условиях будет развитие. Почему мы в прошлом году из городского бюджета выделили 3 миллиона рублей на финансирование программы с поддержкой предпринимателей? Должны были получить 34,5 из республики, но почему-то получили всего 9,3. Это был первый вопрос. И как в качестве предложения была высказана такая мысль, чтобы предусмотреть либо в республиканской программе, либо создать какую-то новую программу по поддержке малопредпринимательства в моногородах, чтобы те пустующие площади, которые имеются у нас в частности в городе, например, на территории машиностроительного завода «Искра», были бы профинансированы работы по подводке инфраструктуры к этим площадям, то есть выполнены ремонты, и эти площади бы предоставлялись на льготных условиях на какой-то определенный период в аренду частным предпринимателям. То есть, соответственно, было бы выгодно и городу, то есть здания бы не стояли, не разрушались и предпринимателям, то есть они получали бы производственную площадь по льготной арендной ставке, и, соответственно, росло бы производство и росли бы налоговые поступления. Председатель комитета госсобрания республики Рашид Хайрулин отметил, что активность участников круглого стола позволит четко и правильно сформулировать стоящие перед законодателями задачи. Я думаю, вот вхождение города Кумертау в программу моногородов, федеральную программу, и активность вашей администрации, администрации вашего города, все равно принесут пользу, результат точнее, да, потому что те деньги, которые выделены республике, в частности, двум городам Кумертау и Белебееву, они осваиваться будут активными предпринимателями. Если будут стоящие бизнес-проекты, позволяющие занимать людей и производящие продукцию нужную для республики, вот это надо использовать. По словам заместителя министра земельных и имущественных отношений республики Азамата Хасанова, проблемы предпринимательства в городах довольно схожие. Форум прошел очень активно, конечно, предприниматели заинтересованы в предоставлении в большинстве случаев по предоставлению льгот, которые земельные и имущественные отношения могут предоставить, потому что понимая на сегодняшний день состояние экономики, мы тоже понимаем, с стороны правительства все предпринимаются меры для того, чтобы предоставить льготы по занимаемым им помещениям. У нас в законодательстве республики предусмотрена рассрочка платежа на 7 лет. Эти вопросы были заданы, которые ответы были получены. И те меры на сегодняшний день, которые антикризисные, что мы еще предлагаем для предпринимателей? Какие налоговые льготы, какие льготы по антикризису? Также Азамат Хасанович отметил, что в ближайшие дни в правительстве будут обсуждаться проекты по антикризисным мерам. Так, например, о предоставлении налоговых льгот предпринимателям, арендующим государственные и муниципальные имущества. Все вопросы и предложения круглого стола будут рассмотрены детально. В Кумиртово продолжается реализация программы переселения граждан из ветхого аварийного жилого фонда. Согласно плану, 2015 года планируется расселить жильцов 117 квартир, общей площадью около 6000 квадратных метров. Подробности далее. Этот трехэтажный дом по улице Худайбердина А вместе с жильцами пережил уже многое. За свой полувековой возраст здание обветшало. На стенах трещины, скрепленные стяжками. Устарели инженерные сети. Комиссии дом признан аварийным. В результате чего в прошлом году и был включен в программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Таких домов, не расселенных еще с прошлого года, осталось 19. Все они находятся в центральной части города. Это дома по улице Матросова, Комсомольской, 40 лет Победы и Заслонова. Дело в том, что с 2014 года на реализацию программы по переселению граждан отводится два года. Так что новое жилье они обретут в этом году. Первое расселение планируется в марте и затем в сентябре. Новоселье граждане отметят в новых домах по улице Матросова и машиностроители 4Б. Параллельно будем запасать программу уже на 2015 год. Там еще 23 дома у нас попадают. Это уже привокзальный район. Это четная сторона Заслонова и нечетная сторона вокзальной старой двухэтажки. Там 117 квартир. Где-то около 6000 квадратных метров расселяться будет. И также программа на два года. Часть уже будет переезжать. Ну, должны, по крайней мере, переезжать где-то в конце этого года, в ноябре. Часть также в марте. И часть планируем уже в конце 2016 года. Всего за период с 2011 года в программу были включены 30 домов города Кумертау. Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики утвержден краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год. Согласно плану, в текущем году в Республике планируется отремонтировать многоквартирные дома общей площадью 3 миллиона 700 тысяч квадратных метров. На эти цели будет направлено более 2,5 миллиардов рублей. В городе Кумертау капитальному ремонту подлежат 33 дома. Всего по плану предполагается отремонтировать многоквартирные дома общей площадью 117 тысяч 688 квадратных метров жилья. На капитальный ремонт будет потрачено более 80 миллионов рублей. Условия проживания улучшат более 5000 человек. На очередном еженедельном совещании главы администрации Бориса Беляева с участием руководителя организации были рассмотрены ряд актуальных вопросов. Одной из важных тем остается очистка улиц от снега. Так, на этой неделе предприятию дорожно-зенитетных работ было поручено обратить особое внимание на очистку перекрестков пешеходных переходов от снега, снежных валов. В начале недели дорожная служба приступила к данным работам. За последние десятилетия автомобильный рынок страны существенно вырос. Согласно статистике, за 2014 год на тысячу россиян приходится в среднем около 250 автомобилей. Конечно, оставлять машину под окном своего дома – это очень удобно. Но когда перед автовладельцем изникает необходимость оставить свой автомобиль на неопределенный срок, то гараж – это один из наиболее приемлемых вариантов. Минувшие выходные владельцы гаражей собрались в Большом зале администрации, где прошло общее годовое собрание Кумертауского некоммерческого партнерства «Гаражник», рассказывает Владимир Перещепа. На сегодняшний день в Кумертау находится 21 гаражный массив, который включает в себя более 8 тысяч боксов. За уборку территории и содержания, а также за электрификацию массивов отвечает Кумертауское некоммерческое партнерство «Гаражник». На собрании были подведены итоги работы за прошедший год. Если говорить о цифрах, то было вывезено около 2 тысяч кубов мусора на сумму 450 тысяч рублей. Завершились работы по электроснабжению гаражного массива КЭС. Но, несмотря на все достижения, проблем у некоммерческого партнерства остаются. 21 гаражный массив. Из них платят только, вот по-нашему уже мы четко завели учет, сколько платят владельцев взносов всего 5100 человек. То есть вот резерв, какой, так сказать, 3 тысячи гаражей. Если бы все платили, то можно было значительно лучше наладить работу и по благоустройству гаражных массивов, и по снегоочистке. На собрании также поднимался вопрос об увеличении целевых взносов. Это связано прежде всего с ростом инфляции и тарифов на предоставляемые услуги. Целевые взносы предлагается индексировать на 10%. Мы сегодня обязаны, во-первых, проиндексировать заработную плату нашему обслуживающему персоналу. А нас всего 6 человек. В штатном расписании все полностью. На 10% все. Вот увеличены тарифы, значит, на вывозку мусора. Вот тарифы на заказ снегочатной техники. То есть вот это все как бы учитывается. Им предлагаем уже новые целевые взносы на этот год, на 15-й год. Для электрифицированных гаражных массивов 440 рублей в год и 275 рублей в год по неэлектрифицированному. На собрании также рассматривался вопрос о дополнительных целевых взносах, которые будут направлены на снегоочистку. Помимо текучей работы у некоммерческого партнерства «Гаражник» в планах на 2015 год, электрификация еще одного гаражного массива в районе УПТК. В городе Кумертау впервые состоялся муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных учреждений «Музыкальный руководитель года». Мероприятие посвящается Году литературы и 70-летию Великой Победы. Мы ребята лучше всех, мы ребята лучше всех, любим песни и смех, любим песни и смех. Без их идей и творческого подхода не обходится ни один праздник в детском саду. Речь о музыкальных руководителях. Кроме этого, представители этой профессии отвечают за музыкальное воспитание и развитие детей всего детского сада. Поэтому для повышения престижа профессии, обмена опытом в городе Кумертау организован и проведен конкурс среди музыкальных руководителей. Первое творческое состязание посвящается юбилейному году – 70-летию Великой Победы. Выступление участников оценивает строгое жюри. Ежегодно в нашем городе проходит конкурс «Воспитатель года». Но этот год у нас особенный, потому что вся наша страна отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому было принято решение провести в этом году не «Воспитатель года», а «Музыкальный руководитель года». Преследовалась также цель повышения мотивации педагога к профессиональному росту, а также престижа, просто поднять престиж музыкального руководителя. Вчера мы смотрели визитки, а сегодня мы смотрим занятия и мастер-классы. Подобный конкурс в нашем городе проводится впервые. По словам организаторов, не все музыкальные руководители решились заявить о себе. В нашем городе 23 дошкольных образовательных учреждения. Очень жаль, что в этом конкурсе принимает участие только 4 музыкальных руководителя. Но надеемся, поскольку он впервые проводится, на следующий год их будет гораздо больше. В творческом конкурсе приняли участие Елена Петина из детского сада «Солнышко», Елена Миронова из детского сада «Росинка», Клара Свиридова из «Дюймовочки» и Лариса Лагутова из детского сада «Колокольчик». Это опытные педагоги со стажем больше 20, а то и 30 лет. Все участники подготовили содержательную музыкальную и литературную композицию, провели музыкальные часы с группами и продемонстрировали оригинальные методы в работе. Участники успешно справились со всеми заданиями. Опыт не подвел. Ну и главной оценкой работы, наверное, стали восторженные лица ребятишек. Педагоги сумели увлечь их своими идеями. В Кумирталском филиале ОГУ в рамках Дня российской науки состоялось торжественное заседание ученого совета. С приветственным словом к научному сообществу обратился директор филиала Валерий Онищенко. Он, в частности, отметил, что высшая школа должна продолжать политику повышения авторитета ученого. Коллектив филиала поздравили ректор главного вуза, министр жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана и другие официальные лица. В торжественной части прошло награждение преподавателей и студентов за высокие достижения в области науки. Ну это была последняя новость уходящей недели. С вами прощаюсь. До следующего воскресенья. Хорошего вам настроения и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok